Здравствуйте, дорогие друзья. Вот это впервые случилось в Лондоне. Представитель либористов, выходец из Пакистана, Садык Хан, одержал уверенную победу на выборах мэра Лондона, обойдя представителей консерваторов Зака Голдсмита на 300 тысяч голосов. И, в общем-то, говорят, что сейчас цепочка мэров-мусульман начнет как бы зажигать Европу. Ну, в принципе, к этому идет по большому. В Швеции, в Дании, я думаю, уже могут. В Кабале об этом сказано, что ислам завоюет Европу. Мэрами станут мусульмане. Да, и через террор, и через верха. И таким образом постепенно вся Европа будет завоевана. Демократическими выборами. Демократическим путем, абсолютно демократическим путем. Да, есть такие, которые пробираются через заграждения, через границы, и входят туда, и живут в трущобах, пока не освоятся. А есть такие, которые, как он, из пути Господней... Не исповедимы. Нет, они абсолютно четко выполняются, и никуда тут нам не деваться. Мы увидим Европу мусульманской, конечно. Ну, вот сладкоречивый такой. То есть, он говорит, что он будет равен для всех, что он демократ, естественно, в понимании своем, что Лондон – это вот как столица мира, там собрались террасы, народы. Ну, естественно, нет, нет, естественно, потому что сказано в исламе, что это должна быть мировая религия, не просто одна из мировых, а все должны быть под этим знаменем. То есть... Да, под зеленым знаменем пророка должны собраться все. То есть, вы думаете, сидит в нем эта точка, так или иначе? Абсолютно нет, они самоненна. Мусульмане не меняются никак. У них эта точка только развивается. Да, да. Это абсолютно четко прослеживается на всей их истории. И, в общем, это то, чего они хотят добиться. И они этого добьются, потому что укрепление семьи происходит. Употребление спиртных напитков, наркотиков. Да, 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 и все это тоже. Кроме того, муж чувствует себя дома хозяином. То есть, в принципе, это такой устойчивый образ жизни, который притягивает очень многих, тем более в это неспокойное время в Европе. Что это для Израиля означает? Это значит для Израиля, что ему, в общем-то, должен видеться в этом деле уже свой конец. То есть, уже аэропорт Бен-Гурион, уже самолеты особенно вылетать не будут никуда в Европу? Нет, в Европу это очень быстро закончится вообще. Конечно, конечно. Это будет ощущение, как в нацистской Германии. Будут убивать туристов для того, чтобы давить на Израиль. Нет, конечно. Мы должны запомниться, мы должны понять, что это все наши проблемы, что эти проблемы мы создаем. Что это мы выбрали этого мэра Лондона. Да, мы евреи здесь в Израиле, а не где-то в другом месте. Потому что здесь мы должны начинать создавать новое общество. Общество нового поколения, интегрального, в котором будут все взаимосвязаны, все действительно в дружбе, но не под каким-то знаменем определенным, а под знаменем общей связи и любви. Пока мы этого не поймем, что в этом наша миссия быть светом для народов мира в этом деле, то будет плохо. Будут бить. Ну а потом побои помогут когда-нибудь, но после скольких страданий. Это вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова